итак друзья доброго времени суток сегодня как видите у нас новый проект новый остров называется воном открылся он совсем недавно как видно из скриншота это было 23 февраля то есть на данный момент этому проекту всего 12 дней но похоже на то что из нового это все уже по начальному меню можно понять что проект очень древний но и меню входа тоже нас не удивляет как видим старая сборка старая карта немножко переработано меню персонажа в правом нижнем углу а так в общем то ничего удивительного я пока не вижу ну и появляемся мы сразу же в центре кавала видимо . появление одна и та же на многих проектах это просто бывает рандомно здесь как видим вот в таком это видим ну заборы заборы не видим что переработана кавала центр кавалы хотя ничего опять удивительного я не вижу обычные заборы обычная такая стандартная переделочка ну естественно так как ничего нам в глаза не бросается сразу же идем банкомату и смотрим какие же здесь дают подъемные меню банкомата тоже принадлежит к древней сборке но отдают нам как видите 25000 не знаю много это или мало сейчас мы это проверим слегка изменена цветовая гамма этого менюшки чем-то и все из переделок а вот из-за угла торчит какой-то аппаратик ну это аппарат наверно с едой да это аппарат с едой менюшка тоже видите не переделана то есть что магазине что здесь одинаковая бутылка перевернута все бутылки перевернуты неправильно поставлена моделька вот такой аппаратик ну хоть работает это хорошо не для антуража поставлено ну туда сразу же выдвигаемся и посмотрим на остальные магазины заодно и приобретем какие-то лицензии кстати видно что на острове есть жизнь я здесь не один а вот перед нами магазинный сектор ну магазины можно сказать стандартные до модели магазинов не стандартные это добавлены но я уже как-то показывал целый город из таких магазинов человек сделал поэтому меня уже не удивляет этот магазинчик присутствуют боты давайте посмотрим что у нас по меню но в менюшке все обычно ничего удивительного здесь я не вижу но цены я смотрю очень низенький поэтому начальная сумма мне кажется уже весьма и весьма внушительный но тем не менее задерживаться здесь смысла нет пойдемте смотреть следующие магазины что в них на следующий у нас стоит как видите бар но на нем мы вообще задерживаться не будем там такой же ассортимент как и в аппарате который стоит рядом с банкоматом пойдем в барбершоп и что-то мне подсказывает что это не барбершоп а магазин одежды точно и да одежды большое количество и да она вся обыкновенная поэтому задержаться здесь долго не будем я и так показываю этот хлам практически в каждом своем обзоре сейчас я мельком пролистаю просто чтобы вы видели какая есть тут ну те кто играют наверно сейчас перемотают потому что ничего удивительного здесь вы не увидите поэтому давайте в ускоренном режиме это все посмотрим и пойдемте дальше и обычно я в целях экономии не покупаю первоначальную одежду а экономлю чтобы купить больше лицензии там материалов инструмента но здесь цены приемлемы поэтому я сразу же приоделся давайте смотреть следующий магазин ну а это у нас продовольственный магазин здесь можно приобретать питание вы знаете удивительная штука вот этой сборке уже не знаю но миллион лет и до сих пор никто так и не удосужился развернуть модельки они как были на первых сборках через задницу поставлены так они до сих пор и стоят ну и давайте обратимся к карте карта все-таки очень важный инструмент но как видим сборка действительно очень и очень старая вот эти сиреневые не читаемые иконки единственный плюс этой карты то что на каждом объекте нарисован инструмент с которым надо ехать на этот объект вот в общем-то и весь плюс этой карты в остальном это просто старая не читаемая очень плохо оформленная карта у нее отсутствует меню то есть это меню слева снизу она бесполезно можно отключать или включать какой-то блок иконок вот и все больше здесь в общем то смотреть нечего отправляемся дальше а дальше у нас лежит на нашем пути магазин лицензий там же мы возьмем какие-то лицензии там же и заодно уточним цены но располагается этот магазин стандартным для этой сборки вместе он всегда здесь и вот тоже удивительная штука столько лет уже этой сборки и как видите поменено какое-то количество магазинов а вот магазин с лицензиями и магазин хостоваров никогда не меняется они всегда вот такая вот стоечка и всегда вот такое разбитое здание почему не доходят руки за столько лет тоже удивительно ничего не меняется ну а лицензии вы видите в общем-то стоимость лицензии доступная и мы сразу же берем огромное количество этих лицензий ну а дальше наш путь лежит салон автомобилей но к сожалению ночь как вы видите я ориентируюсь вот на это горящее табло все больше никак не найти здесь ничего не подсвечивается ну а список автомобилей вы сейчас видите в общем то как и положено на этой сборке автомобили представлены очень старые то есть но старые модели которые я будут на самом деле уже нафиг вырезал бы их вообще из этой сборки непонятно зачем они нужны вот эти жигули и волги ну в общем эти все машины которые принадлежат вот этой сборки старый вольтсвагена вот эти вот зачем они нужны и но они уже не интересны никому этим мне кажется вы только отталкиваете посетителей этого проекта но вот это вот уродинка что это такое нафиг она нужна уже давно на просторах интернета есть огромное количество интересных моделей есть бесплатный можно скачивать бесплатный ну если не хотите тратиться и заказывать какие-то уникальные модели но вот это вот барахло я бы на самом деле по выпиливал бы вообще из игры зачем оно нужно бог его знает ну вот в общем такое вот здесь количество автомобилей но выбрать если честно из этого количества нечего нет ничего интересного на чтобы хотелось обратить свое внимание мы еще конечно посетим какие-то автосалоны какие здесь есть скорее всего но как видите вот то что здесь представлено это старые отвратительные модели в большинстве своем и как видите покраска есть не у всех старые модели просто выбираются уже в определенном цвете с новыми есть покраска ну вот такая вот очень такой в общем то здесь автосалоны и вот такие вот здесь представлены модели опять же заметьте модели все стоят в белом цвете Очень тяжело различать какие-то нюансы автомобиля в белом цвете Почему бы не перекрасить их, например, в красный, чтобы все рельефы автомобилей были видны Ну, в общем, есть как есть И, как видим, здесь представлены и машины, и мотоциклы Все как бы в одной куче свалено Из интересного лично для меня является только вот этот УАЗик Больше мне здесь вообще ничего не заинтересовало К нему я, может быть, еще чуть-чуть позже вернусь И вот видите, тоже раскраски нет, есть только выбор уже в определенном цвете В общем-то, вот и все, что здесь можно посмотреть Не будем задерживаться, пойдемте дальше Еще здесь из более-менее интересного Мне понравилось здание госпиталя Вот оно перед вами Но сейчас, к сожалению, ночью, его плохо видно Но оно такое выполнено в старом стиле каком-то Не знаю, как это определить Но оно мне нравится, его не часто встретишь Оно очень интересное Оно многоэтажное, есть там и лестницы, есть палаты В общем-то, здание интересное Мы к нему еще обратимся чуть-чуть попозже А сейчас мы подходим к магазину элитной техники И тоже опять странное решение В магазине простой техники для простого потребителя Есть хотя бы крышей какой-то навес А для элитной техники даже навеса нету Просто в чистом поле стоит столбик Ну, не знаю, я вот действительно, руки не доходят, что ли, поставить какой-то здесь Уберите вы этот барбершоп Поставьте туда, лучше, магазин элитной техники Это будет хоть как-то более-менее антуражно выглядеть Ну, не знаю, я вот странные решения Но, кстати, автомобили представлены здесь достаточно интересные Тут есть на что посмотреть В отличие от первого магазина, в котором мы побывали Но, как видите, опять Выбора цветов для определенных моделей нету Они уже представлены в определенных цветах То есть выбрать вы можете уже прямо в магазине А для более-менее свежих моделей Уже есть представленные покраски снизу Тоже такое себе решение Опять все в белом цвете Все в белом цвете Бог его знает Но здесь, по крайней мере, есть на что посмотреть Не могу, правда, сказать, что Ох, я тут сильно удивился Таких моделей никогда не видел Нет, ничего меня здесь не удивляет Но здесь есть хотя бы добавленные модели Они отличаются от стандартных Есть на что посмотреть Есть в чем поковыряться Ну, есть и симпатичные модельки Нету стока, насколько я понимаю Стоковых моделек здесь нет Вот есть интересные Есть на что посмотреть Хотелось бы, конечно, на всем этом покататься Сделать какой-то обзорчик более подробный Но, к сожалению, времени нету И заниматься фармом, чтобы смотреть все эти модели Тоже нет желания никакого Ну, вот такой вот, в общем, список автомобилей здесь Слава Богу, хоть здесь можно на что-то посмотреть И я, кстати говоря, не вижу здесь отдельно выделенной Виповской техники По-моему, это все может приобрести абсолютно любой игрок И в этот момент мне приходит сообщение от какого-то игрока Видимо, увидел, что зашел новенький и хочет пообщаться Но ответить ему сообщением я не могу Потому что на этой сборке, чтобы отвечать, нужно купить рацию А рацию как раз я еще и не добрался Поэтому я бегу искать его Скорее всего, что он стоит где-нибудь на площади Ну и, как видите, да, я не ошибся Это оказался игрок, который здесь уже какое-то время Там с открытия, что ли, он здесь Ему, в общем-то, нравится этот проект Он здесь хочет остаться, хочет закрепиться Мы пообщались с ним И он, кстати, дал мне небольшое количество денежков Ну, как небольшое, он мне дал 50 косарей В общем-то И мы с ним договорились, что я пойду куплю точно такую же машинку, как у него Но я тогда не знал, что она стоит гораздо дешевле Я бы мог, в общем-то, без его помощи ее купить Но я пошел за этой машиной Вот я ее приобрел И поехал к нему Мы договорились, что после бури мы с ним встретимся И поедем вместе на какой-нибудь фарм Но, как всегда бывает, обстоятельства играют против нас До бури оставалось всего 12 минут За эти 12 минут мне нужно было успеть купить вот эту машинку И затариться необходимым оборудованием То есть, нужно купить кирку Нужно купить рюкзак Как видите, у меня вообще ничего нет Поэтому я начал бегать судорожно Быстрее все это собирать И мы забыли договориться В каком месте после бури И в какое время мы встретимся Поэтому я успел, конечно, до бури все собрать, как вы видите Но встретиться после бури мы с ним не смогли А жарь, конечно Было бы не так скучно дальше смотреть на этот проект Всегда можно с кем-то поразговаривать, поговорить И узнать, кстати, мнение другого игрока о этом проекте Но, к сожалению, вот так у нас не сложилось Перезашел я уже после бури И, к сожалению, не смог сразу зайти А зашел где-то уже через час после начала сессии Поэтому это тоже сыграло, наверное, какую-то роль Что мы с ним не встретились Может быть, он и ждал меня какое-то время где-нибудь на площади Или, может быть, здесь в гараже Но я не смог зайти Дела меня отвлекли Поэтому я зашел чуть позже и так и не смог его найти К сожалению, я даже не помню его имени Слышу, вот, кстати, мимо кто-то проезжает А кто там ездит, бог его знает Ну, в общем, я решил следовать своим путем И поехал в магазин грузовиков Магазин, как вы видите, стоит в стандартном месте Хотя на том же проекте Иркутск 38, который находится на такой же древней сборке Там все было поменено И вот следующее, видите, УАЗик 200 слотов Этот бред длится на протяжении всей этой сборки Выбираем КАМАЗ Стоимость незначительная, а вместимость та же самая Где, спрашивается, логика Зачем тогда покупать КАМАЗ Если он везет столько же, сколько УАЗик Хотя это бред А ЗИЛ, который даже визуально выглядит меньше КАМАЗа Несет 500 слотов Где логика, вот, хочется спросить Где здесь логика Почему нельзя это поправить Ведь, по сути, КАМАЗ может погрузить в себя два груженных УАЗика И увезти их Один УАЗик не выдержит пол КАМАЗа Ну, это какая-то, не знаю Бред, который длится на протяжении всей этой сборки От самого начального этапа до этих лет Почему никто не может это поправить? Не знаю Куда не зайдешь, везде вот эта вот чушь Ну, а технику вы сейчас видите В общем-то, пока ничего интересного и удивительного мы не видим Хотя вот внизу списка начинаются более-менее интересные машинки И по вместительности, и по цене, но и по дизайну Тоже есть на что посмотреть Так что не все так плохо В общем-то Опять, не могу сказать, что я не видел этих моделей раньше Но они хотя бы здесь есть, они присутствуют И, как видите, они не выделены красным крестиком Символизирующим на старой сборке Виповскую технику Здесь это все доступно для любого игрока В общем-то Ну, и цены мне на самом деле нравятся То есть, пока по ценам здесь все хорошо Здесь мы, наверное, и приобретем какую-то машинку Потому что, хоть человек мне и советовал купить такую же, как у него Но, видимо, он сам не заходил в этот магазин Потому что по ценам, я вижу, я могу купить себе что-то более серьезное А, например, я хочу купить себе вот этого Зила Несмотря на чушь, присутствующую на этом проекте Зил здесь самый вместимый Ну, из доступных Он даже берет больше, чем КАМАЗ Ну да, бред Но выбора у нас особого нет Так что выбираем цвет для нашего будущего Зила Выбор цветов, как вы видите, ну, приличный Приличный, нет никаких ограничений По виповской им принадлежности Так что перекрашиваем в нужный нам цвет И покупаем Зила Ну, а покрасил, как вы видите, я его в оранжевый И крашу я все время на обзорах в яркие цвета Не для того, что мне это нравится А просто так больше и сочнее будет выглядеть картинка Если бы я оставался играть на этом проекте То я бы, конечно же, выбрал какой-нибудь блеклый цвет Чтобы не бросался в глаза И если ты находишься где-нибудь поблизости От какой-нибудь добычи или переработки Чтобы там издалека или с высоты вертолета Ты не очень сильно бросался в глаза Но для обзора я всегда крашу и выбираю предметы более-менее яркие Чтобы картинка казалась сочнее Ну, а тем временем мы приехали на почтовую службу Конечно же, работать здесь мы не будем Потому что по ценам здесь, как видим, можно покупать себе сразу же технику Ну и вот как выглядит почтовая служба Судя по всему, она недоделанная Модели одежды не залиты Сама почтовая служба уже стоит на сервере, как вы видите А одежда не залита То есть моя одежда исчезает А одежда почтальона не появляется Ну, кроме вот пояса Поэтому это еще баг Баг, который, надеюсь, исправит Но все равно в любом случае мы здесь работать не будем Потому что, ну, нет смысла Экономика такова, что здесь можно сразу же с первых шагов Покупать себе какую-то простую технику И начинать работать уже на себя без каких-либо почтовых служб Ну, а чтобы понять, чем нам здесь позаниматься Мы прибегаем к планшету И как видим, планшет выглядит, ну, не то чтобы уж совсем отвратительно Но плохо Вот он плохо выглядит и все Я даже поменял место для того, чтобы увидеть хотя бы, что там написано И видите, старая сборка Чтобы понять, куда зайти, надо нажать приемная губернатора Нажимаем, и мы видим рынок На всех нормальных проектах уже давно переделали И никакой приемной губернатора нету Там есть графа «Рынок» Здесь же все это еще в старой сборке Приемная губернатора И приемной губернатора мы смотрим, сколько стоят яблоки на рынке Ну, глупость, конечно Глупость, но она вот так вот Но мало того, что глупость Как видите, сделан триколор И белый цвет сливается с сиреневым Прочитать что-либо очень и очень сложно Если вы играете на ноутбуке Ну, что ж, мне вас жаль Вы здесь не увидите нихрена Вот так вот устроен здесь планшет Кто подбирал эту цветовую гамму, бог его знает Но, видимо, сам на этом проекте не играет Но, мучаясь и увеличивая эту картинку Я нашел себе, чем позаниматься И уже исходя из этого Мы пойдем сейчас и купим нужную нам лицензию Ну, а по лицензиям все понятно Я их уже показывал, цены вы видите Мне осталось только выбрать нужную мне Больший вопрос у меня возникал с картой У меня в голове уже перепутались все карты, все проекты И эта карта очень плохо читаемая Я очень много с ней провозился Отключал, переключал, чтобы найти нужные мне пункты И изначально я хотел отправиться на дерево Потому что, ну, надоело уже ездить на мете Хотя она ближе всего И ее я точно знаю, где она находится Где есть ее точки переработки Но, к сожалению, так получилось Что единственная иконка Это добыча дерева Здесь поменена Она единственная Вот опять сложились так обстоятельства Именно иконка дерева Здесь выглядит оранжевая Оранжевая и отдельно стоящая Как раз на нее-то я и не обратил внимания Поэтому в последний момент дерево отменилось И я опять по стандарту поехал на медь Ну, а как выглядит добыча меди Вы как раз сейчас и видите Ничего интересного здесь нету Все очень старенькое и уже на самом деле Поднадоевшее Поэтому задерживаться здесь не будем Переезжаем сразу же на переработку Ну, а по пути на переработку Мы встречаем анахронизм Который путешествует вместе с этой сборкой Это блокпост полицейского департамента Я не знаю, как это назвать Это какая-то военная хренатень Постоянными шлагбаумами Как видите, они всегда закрыты Но тут есть лазейка, поэтому я ее пролезаю Я ненавижу вот эти блокпосты Я не вижу в них смысла Мне они не нравятся Я не видел такого никогда в жизни И не понимаю, почему их здесь ставят Для чего они здесь, я не знаю Как я уже всегда и говорил Здесь всегда происходит однобокое РП Остановитесь, предъявите машину К осмотру Все Через день-два вам это очень сильно надоедает Поэтому я не вижу смысла Вот в этих вот награждениях Только мешают игре Ну, едем дальше А дальше-то у нас как раз точка переработки И здесь вообще ничего не изменено Все очень стоково И как вы видите, сам процесс переработки Тоже очень и очень длинный Поэтому и здесь задерживаться я не хочу Поехали сразу же на производство медной ленты И вот подъезжая к производству Сразу же видно, что, например, на том же проекте Иркутск-38 Я специально акцентировал внимание на том Что вот эта точка была немножко облагорожена Здесь разработчикам был поставлен какой-то То ли компрессор, то ли генератор Стояли какие-то тележки промышленные Здесь же, как видите, стоковое состояние Ни хренатины нету И еще что раздражает Это все время надо вписывать вручную Сколько ты хочешь переработать Это тоже какая-то устаревшая механика Которая уже на большинстве проектов отменена Ну, здесь она присутствует Ну, а скорость переработки вы видите Поэтому и здесь задерживаться я не вижу никакого смысла Все стоково И все очень и очень скучно Ну, а посему мы выдвигаемся В сторону точки продажи этой медной ленты И вы знаете, вот мне как-то раз сказали Что ты вот ходишь по островам, по проектам И только обсираешь Да я не обсираю Я всегда пытаюсь показать то, что вы и сами-то В общем-то увидите Если вы посетите этот проект Ну, просто что еще говорить На проекте, на котором я зашел Я это все видел еще 7 лет назад Я словно на машине времени Попал назад в прошлое На 7 лет назад На 5 лет назад Да, на тот момент это был прорыв Это было интересное направление Варма 3 Live Но сейчас это сплошная скукота и старье Нужно двигаться Нужно что-то делать И вот если брать в пример тот же проект Иркутск-38 То да, там тоже та же самая старая сборка Но человек сделал, разнообразил И внес хоть какой-то интерес В геймплей игрока Разнообразие Да, не весь какое разнообразие Но он добавил каких-то элементов на добычу Каких-то элементов на переработке Ты приезжаешь И твой глаз начинает радоваться Ты увидел то, что до этого ты никогда не видел Здесь же нет ничего Я не могу показать ничего Я не обсираю Я просто не могу вам показать ничего интересного Вы все это уже 100 лет назад видели Мое личное мнение Что если ты не хочешь Чтобы у тебя в группе оставалось 26 человек А я знаю закрытые группы Где уже проекты умерли Там и то по тысяче По полторы тысячи людей Здесь же живая группа И вот надо же как-то привлекать игроков Если ты хочешь Чтобы к тебе подтянулся народ И хотели играть на твоем проекте Ну делай что-нибудь Невозможно же вот так просто взять Старую древнюю сборку Залить И рассчитывать на то Что к тебе сейчас валом повалит народ Игрок нынче очень избалованный Выборочный Есть из чего выбирать Есть интересные проекты Есть абсолютно созданные с нуля проекты Ну я считаю, что если уж ты открыл вот такое вот старье То хотя бы удиви чем-то Но здесь нечем Мне нечего вам показать Я и так из пальца высасываю Ну вот например дом Стоимость дома Ну и стандартные контейнеры Хотя вот есть проект На котором можно ставить мебель В домах Ну введи хотя бы что-то вот такое Ну вот нечем Мне вас здесь удивить Только показать цену И количество контейнеров Вот в общем-то и все Вот ты ходишь по проекту И высматриваешь Что бы интересненького людям показать Ну а когда интересненького очень мало Приходится обращать внимание На какие-то мелочи Я и так Меня хоть обвиняют А я и так пытаюсь Из пальца действительно высосать Какую-то интересность На этом проекте Вот например госпиталь Да ну кого-то из вас Можно удивить госпиталь Ну да мне это здание Очень нравится Оно интересное Оно красивое Оно в каком-то таком В своем стиле Здесь кстати В этой палате Представлена интерактивная мебель Ну тоже Кого я этим удивлю Ну просто вот здесь Есть такая вот фишка Мне очень понравилось Оно какое-то атмосферное Видите Стены покрашены В такие действительно Больничные цвета Ну иногда правда Встречается перебор По яркости Как вот эта комната Но в принципе Мне очень нравится Это здание Оно встречается Достаточно редко Поэтому вот я решил Его показать Ну а дальше Давайте отправимся В магазин Авиационной техники И хорошо Что для этого Не надо ехать В аэропорт Магазин авиационной техники Находится под ковалой Ну или в общем-то Даже наверное В пригороде ковалы Поэтому далеко ехать Не надо Магазинчик находится здесь Ну и как мы можем Заметить Все находится Под открытым небом Ну такое в общем Решение Пускай оно Таким и остается Ну а саму технику Вы видите Техники не очень много Но есть что посмотреть Есть что выбрать В общем-то Она представлена Я бы сказал В стоковом состоянии Все За одним небольшим исключением Что первые два вертолета Эти как называют По-моему Хомяки У них есть выбор краски У всех остальных красок нет Вот какие есть Такие и есть Ну есть и огромная техника Не знаю для чего Ее можно использовать Но мне всегда нравится Когда техники очень много И есть для нее Предназначение Нет Это уже пускай Мне кажется Выбирает сам игрок Если он считает Ему нужна такая техника Ну пускай она будет Как развлечение Как дополнительный контент Для игрока Пускай будет И как видим Есть техника У которой нет модели Бог узнает Интересно Что будет если ее купить Интересно самому Ну и вот такой вот самолет В общем-то Вот и вся техника Ну в этом магазине Меня заинтересовал Вертолетик Как видите Мы его можем себе В принципе позволить И немножко Не хватает денежков Ну я думаю Что если я сейчас Продам свою технику Которая у меня и куплена Там микроавтобусы И мой зилок То мне как раз Хватит на то Чтобы взять Какой-нибудь вертолетик И уже на нем Облететь остров Посмотреть Может какие-то В дальних углах Этого проекта Есть какие-то Интересные здания Сооружения Может какие-то Конструкции Или еще что-нибудь Давайте сейчас Этим и займемся Ну а как вы можете Заметить Наш зил превратился В микроавтобус Но на счету У меня зато Пополнилось денег Вот что творит Видеомонтаж Делаем оборот Вокруг себя И опа на А у нас уже Вертолетик есть Вот на нем То мы наверное И попытаемся Облететь Большую часть Этого острова И посмотреть Какие интересные Конструкции Или сооружения Здесь еще есть Ну а наш автобусик Останется стоять Здесь Забегая вперед Скажу что Особо интересного Я здесь ничего не нашел Вот мое внимание Привлекла Некая база СОБРа Она по крайней мере Не выглядит Какой-то военизированной Это в общем-то Взлетно-посадочное Пятно И Такой простецкий Особнячок Вот и все Вся база Ну я и не думаю Что было бы хорошо Если бы здесь стояла Какая-то военная база С огромными вышками Бог его знает Мне кажется Скромность Она украшает Ну вот такая Вот база СОБРа Дальше же Мы проследуем На так называемый Остров Крым И там всегда Расположены Такие бандитские места Какие-то нелегальные Ресурсы Ну и всегда В общем-то там стоит База повстанцев Вот на нее-то Мы сейчас и посмотрим И как видим Она находится В том же стандартном месте Видим Что она Как и в большинстве случаев Интегрирована В штатное Армовское строение В разрушенный замок Ну и в общем-то База как база Не самая плохая Но не самая хорошая Я вижу Что здесь присутствует Все что нужно повстанцам Все магазины Все Нужные ему Приспособления Здесь стоят Банкоматы И тому подобное Ну проследуем дальше Может быть Посмотрим еще На какие-то Более-менее Приватные территории Может быть Есть какие-то еще базы Ну и да Я нашел здесь Еще одну базу Как вы видите Группировка Называется Мафиози И выглядит Это как-то Не очень В итальянском стиле Не думаю Что итальянские Мафиози Одобрили бы Нечто подобное Это какая-то Военная база Ничего подобного С итальянским Мафиози Не имеет Конечно же И если быть До конца Откровенными То база Повстанцев Выглядела бы Более по-итальянски Нежели Вот это вот То что мы Сейчас видим Мне кажется Больше похоже На хорошо Охраняемую Свалку Есть Будка Сторожа Где-то Разбросаны Кучи мусора Какие-то Непонятные Контейнеры Хаотично Разбросанные Здания Ну и конечно же Куда же без вышек Вот этих вот Придурочных Никто ими никогда Не пользуется Но вот они всегда ставятся Видимо так считается Что больше антуража Что ли К сожалению Уже темнеет Как видите Солнышко ушло В закат Я не сажусь По той причине Что сейчас На острове Есть люди И велика вероятность Что они как раз Принадлежат К этой группировке Потому что Мне сказали Что повстанцы Уже здесь есть А как бы Народу немного И скорее всего Что кто-то есть Из этой группировки Поэтому я так Зависаю Вот видите Куча мусора Непонятный Бог его знает Мне вот не нравится Во первых Весь милитаризированный Стиль Меня всегда угнетает Ну и второе Конечно же Несовпадение названия Мафиози Это название Итальянской мафии А здесь Мы видим Какую-то Военную базу И вряд ли бы Дон Корлеон Из Крестного Отца Сказал бы Вот я хочу сидеть Как раз в таком вот ангаре Посреди помойки Ну вряд ли Если уж вы назвались Мафиози То поставьте Какое-то здание Более-менее Напоминающее Итальянский стиль Ну а это Бог его знает Что это такое В общем-то Вот на этом и все Ребята Больше здесь Показывать мне Вам нечего Все что смог Первоначальные действия Какие-то интересные Объекты Какие здесь есть Я вам показал Ну а если кому-то Понравился этот проект Если кто-то хочет Поиграть Он открыт Он ждет своих игроков Заходите Играйте Получайте удовольствие Ну а у меня На этом все Мне пора лететь Искать новые Острова Новую Скорее всего Легкую жизнь Так что все Друзья мои Всем пока И всего вам Доброго Субтитры сделал DimaTorzok